Приветище! Это Анцестер, и сегодня мы продолжаем эволюционировать обезьян. Сейчас мы с тобой находимся в саванне. Наши обезьяны страдают от жары, хотя 4 утра, вроде бы должно быть прохладенько, а они уже страдают. И вся беда в том, что я поигрываю по чуть-чуть в Анцестер, не для съёмок, а для себя так. Просто хотел убедиться, есть ли тут какое-то развитие. О, гиен, здорово. А развития нифигашечки нету. Мои макаки как не умели добывать огонь, так и не умеют. Как они не научились делать копия, так и не научились. До сих пор бегают с палочкой какой-то обгрызанной, как барабанчики недоделанные. Короче, честно скажу, я разочаровался в этой игрухе. Тут эволюция, ну, такая очень поверхностная. Я, конечно, не такой лютый историк, но мне казалось, что в тот период обезьяны были гораздо умнее. Ах, вы собаки. Этот фруктик хотел осмотреть, они напали на нас. О, красавчик, братюнь. Проткнул одну гиену. Так, ну а прежде чем мы начнём, с тебя лайкос и подписочка, если ты ещё не подписался. Новая еда. Семена банановой маракуйи. Ммм, это должно быть вкусно. Давай скоричь. Короче, так, про что я хотел тебе сказать. Игруха казалась скучной. Развития никакого нету только в начале игры и потом всё одно и то же. О, ещё гиены. А, нифига себе. Я думал, змея сейчас гиен захавает, а гиены змею захавали. Вот это мощно. А типа повелитель гиен чё-нибудь такое вылезет, не? Не, ничего не вылезет. Ну ладно. Так вот, о чём это я. А, о том, что в игре развитие только на начальном этапе, а дальше всё одно и то же и потому же. Никакого развития нет. Делаешь всё то же самое и по миллион лет. Ну, мы же всё-таки в эволюцию играем. Делай одно и то же миллион лет. Хе. Короче. Всё равно эту игруху надо зафиналить, так что идём к финалу. Сейчас я только палочку возьму. А ещё мне кажется, что я спать хочу. О, ёшки-матрёшки, проснулись мы, значит, от обезвоживания. Надо найти речку. Вон там вот чё-то, какая-то водичка течёт, пойдём спускаться. Пойдём быстрее спускаться, надо напиться. Там кого-то калашмарят из моих. Блин, как же меня бесит, когда кто-то отстаёт. Я пить хочу, а там кого-то грызут. Неважно. Прикинь, я с этой лужи пить не могу. Вот дела. Да я сейчас помру нафиг. Серьёзно? А, вот, зачерпнуть можно, отлично. Давай, пей скорее, братиш, пей. Ух, слава богу. Жить будем. Баланс воды немножечко восполнили. Осталось только найти братиш, у которого закусили. Вот он где, этот братиш. Мы там все внизу тусуем, а ты тут. Чучмек. Какого лешего ты тут один братишь? Васса, пошли за мной вниз, прыгай. На водопой нам нужно. Да что ж ты будешь делать? На нас все нападает и нападает. Киса, эй, ты обалделишься. Всё, у меня ничего нету. Пытаем палочку. На ты, веточкой. Будешь знать, как на обезьянок лезть. Короче, наша сейчас с тобой задача. Нифига себе, это что за хвост здесь такой? О, змею. А, дохлая змеюка, что ли? Или живая? Непонятно. Так вот, наша с тобой задача. Это сейчас дойти до края карты. И посмотреть, что там. Я уверен, блинский. Да как вы меня заколебали? Кто там на тебя напал? Дайте мне палку. Палку дай мне. Спасибо. Блин, я ему кусок мяса дал. Палку мне дайте, пожалуйста. Кто-нибудь палку. Вот, благодарю вас. Сейчас я тебя как проткну. На тебе ещё одну палку. Задолбало нападать на моих сородичей. Кошатница. Долбанная. Всё, валим, ребята. Валим отсюда. Здесь очень опасно. Здесь капец, как на нас нападают. Мы здесь на открытой местности. Как кусок свежего мяса болтаемся. Так что всё. Пойдёмте. Вот он. Вот он край карты. Ну, по крайней мере, я так думаю. И получается, что мы с тобой всю саванну и весь лес открыли. В принципе, по логике вещей, пора бы игру заканчивать. Но нет, нифига. Интересненькое место. О, змейка, здорово. Ладно, мы тебя трогать не будем. Просто уйди отсюда. Хочу взобраться вон на ту гору. Любопытно, что там. Может быть мы... Подожди, это что, метеорит? А, нет, это яйца. Я думал, метеорит. Очень любопытно посмотреть, что же там. Наверняка какой-нибудь камушек драгоценный лежит. Ах, да, я же ещё время научился замедлять. Как в матрице, смотри. Давай, прыгай, макак. Вот так вот. Всё замедленно. Скорпионы. Блинский, они меня жалят. Ребята, ловите скорпионов. Как их поймать? Палками тыкайте в них. Странно, а почему я не могу проткнуть скорпиона? Ладно. Давай возьмём алоэ. Почистим его. И это нам поможет от жары. Да, это средство от жары. Я сейчас им обмажусь и будет вообще... Да блин, какой спать? Обмажься, говорю, алоэ. Алло. Вот так вот, всё. Жара спала. Нам уже намного лучше. Чешем дальше. Ух ты. Давненько этого не было. Незведанная территория. А? Что? Кто сказал неразведанная? Уже разведанная, всё. Теперь мы ничего не боимся. Мы наорали на эту территорию. Теперь это наш мест. Поднимаемся, короче, на эту горочку. Я уже слышу звук драгоценных камней. Ну, в принципе, это было очевидно, что на самую высокую гору в конце территории затолкает что-нибудь интересное. Я надеюсь, что это что-то интересное. Что это? Тьфу ты, ну ты. Это сфалерит. Мы его уже ранее находили. Скукотища. Но вид зато здесь прикольненький. И, кстати, насчёт... Фига себе, а можно я тебя ударю? Давай ей. На тебе! Фига себе, я... Орла... Я орла драгоценным камнем как жбахнул. А чё шуеть? И он улетел. Кстати, насчёт того, что территория закончилась, я ошибся. Там, вон, вижу, ещё какие-то проходики есть. В ту сторону можно прогуляться. Ну, по большому счёту, это просто пляж. И тут, наверное, ничего такого-то и не будет. Вон там что-то тоже есть. Короче, давай мы откроем эту гору. Наверное, это какая-нибудь гора Орла или ещё что-нибудь такое. Найдено новое интересное место. Башня на пляже. Парни! Мы в отпуске! Мы на пляж к морю приехали. Точнее, пришли. Всё это время мы пёрлись к пляжу. Офигеть. В принципе, в современном мире ничего не поменялось. Что современный человек хочет свалить на пляж в отпуск. Что мартышки тоже миллион лет назад хотели добраться до пляжа. Пойдём, короче, вниз спустимся, посмотрим. Позыркаем. Какая тут первая полоса? Есть ли там лежаки? Так, я слышу кто-то. О, тигры, здорово! Здорово, братух. Это обслуживающий персонал, походу. Ты чё? О, э, э! Нормально, походу. Мне по кайфу, я ж на пляже. Хе-хе-хе. Смотри, 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 смотри. Офигеть, там тигры, здесь тигры, саблезубы. Блин, сколько вас тут, а? Я тебе сейчас как камнем дам полбу. На тебе. Не простой камушек, не простой камнем, не простой камушек, а драгоценный, понял? Ты мне ещё за это бабки отдашь, потому что я тебя драгоценным камнем шбахнул. Гопничий такой подход, неандертальский. Хе-хе. Всё, кису мы на счётчик поставили. Прём дальше. Ага, незведанная территория, надо всё тут занюхать. Опачки, лисичка. Хотела на меня накинуться и отхватила. А, это не лисичка, это шакал был. Но похоже. Так, всё, это наша территория. Отжали участок. О, алоэ, пойдём. Нам надо братюню нашего залечить, а то он там кровоточит. Так, ты, мы всё сбрасываем. Алоэ. Ты моё, алоэ. Залечи, братишечку. Нет, не залечит. Потому что я рукожёп. Шпих. Наконец-то. Так, братюнь, где наш кровоточащий? Кровоточащий братюнь. По-моему, ты, да? Да. Короче, на. На тебе в лапу. Обмажься этим. Алоэ. Красавчик. Ура! Ура! Мы дошли до моря. Ребятки, прыгайте все. Будем сейчас купаться. Бах-бах, дрободах. Вот так вот. Кайфово так как, а? Ребят, чё вы смотрите? Купайтесь, охлаждайтесь. Вам же жарко здесь было. В этой песчаной пустыне. Ладно, всё, я накупался. О, братюнь, тоже занырнули. Кайфуют. Мы с тобой кайфуем. По обезьяне, но кайфуем. Короче. Делок ночи. Смотри, там чё-то есть. Там какие-то обглоданные кости. Пойдём глянем, чё там. Пальма. Пальма. А там кокосы. Можно напиться. Но пока не хочу. Я хочу посмотреть, что тут. Чё это валяется тут? А, это тина. Её можно подобрать? Можно. Давай возьмём. И чё это такое? Какие-то ошмётки непонятные. Это еда? Бурые водоросли. А, ну, кстати, да. Водоросли можно хавать. Чуваки, хавайте. Всё, налетели как коршуны, смотри. Водоросли все жуём. А интересно, море солёное или нет? Можно с него бить? Зачерпнуть. Нифига себе пресная водичка. Хотя не факт. Вода нам неизвестная. Нужно её занюхать. Точнее, попробовать на язык. Новая еда. Источник солёной воды. А, ну это солёная вода. Но мы её тоже можем пить. Странно. А она утоляет жажду? Нет, она не утоляет жажду. У нас сразу с тобой появилось обезвоживание и... Кишечное отравление. Опа. Член стая мёртв. Чё, от старости, что ли, погиб? Где он? Как так-то? Я вроде за всеми следил. Всем первую помощь оказал. Где ты, мой старейшин? А, вон он. Попил, называется, водички. Пришёл на пляж. Ну, в принципе, это хорошая смерть. На пляже-то... Чё бы нет. Кто такой? Давай посмотрим. Гац. Пусть море будет для тебя небом. Гац. Всё, братиш, пошли отсюда. Гац у нас был старенький, поэтому он помер от старости. Так что... Не думай, что я за ним не досмотрел. Блин, знаешь, что нам нужно? Нам нужно достать кокоса. Они очень хорошо помогают от отравления. И чайки, ну пошли с пляжа моего. И чай гонять теперь могу. Лезть я за ними не буду. Я сделаю по обезьяне. Просто потрясу дерево. Эй, тряси дерево. Давай. Вот так. Четыре кокосика. А, дешуяна. Значит, берём кокосы и долбим. Ух ты, дождик пошёл. Сейчас будет холодно. Давай, пей кокосы. О, да. Сейчас нам будет хорошечно. Здорово, всё. Целебное средство, оформившийся нейрон. Мы излечили наш кишечный недуг. Это означает, что мы можем двигаться дальше. Так, так, так. Смотри, что нашли. Что это такое? Надо посмотреть. Ну-ка. Какой-то новый фрукт, походу, да? Так это арбузы. Офигайся, арбузы нашли. Арбуз колоцинт. Не знал, что арбузы на пляжах растут. Ага, точно, камнем надо было. Ммм, какой он там сочный. Хотя он почему-то не красный. Походу, недозревший. Разбитый арбуз колоцинт. И вот теперь мы его можем съесть. Твою ж налево за трапезы. Ты задолбал. На тебе в жбан. Крысёныш чёрный. Какой ты тигр, ты крысёныш. Не даешь даже нормально покушать. Давай, доедаем арбузик. Интересно, какой эффект даст нам арбуз. По-любому чё-нибудь от жары. А нифига он нам не дал. Всё понятно. Нам бы где-нибудь укромное местечко найти, чтобы спрятаться от дождя. Вон там вот вижу какое-то укрытие. Почесали туда. До него драпать далеко. Ну, я думаю, дойдём. Да. Вот это укрытие. Я-то думал, здесь, может быть, полежать удастся. А тут нифига. Это просто пляж. Давай сделаем открытие. Посмотрим, что нам расскажут. Пляж с мидиями. О, погоди. Смотри, сколько мидий. Я-то думал, это камушки какие-нибудь. А это мидии. Похоже, что я их могу как-то есть. Надо попробовать. О, вид с птичьего полёта. Нифига себе, мы там букашки какие. Так, давай, значит, попробуем взять мидии. Мидии, мидии, мидии. Я могу взять. Схватить, вроде могу. Сколько их тут много-то, а? Так, дай позыркаем. Что это такое? Пахнет немножко так болотно. Мидия. Ну что, давай раскурочивать мидию. Как-то её ручками или камушком лучше. Блин, ещё и спать хочу. Опачки, раскрылась, как бабочка. Может, там жемчуг есть? Ты сразу-то не кушай, жемчуг, может, там найдёшь, а? Хотя, давай, кушай. Если зуб сломаешь, значит, есть жемчуг. Если нет, значит, нету. Хе. Так, ребятки. Всё, надо сончас устраивать. Уже три часа ночи, а мы ещё не спали. Ох, блин, не даёт выспаться, а? Где мой камень? А ну иди сюда. Куда ты в море побежал? У нас с тобой тут разборочки, между прочим. Ух ты, смотри, кто это там у нас? Это же рысь, что ли, или это как они? Морские котики. Точно, по-любому это морские котики. Пойдём-ка поближе подойдём. Пообщаемся с ними. Я думаю, они милые. А, нет, это не котики. Ну да, это рыси какие-то. Эй, кысы. Чё, куда они убегают-то от меня, э? Я с вами зазнакомиться хочу. Я, по-моему, их раньше видел. Ладно, фиг с ними, давай вернёмся назад. Хочу посмотреть, что же там. Неужели там орлиное гнездо? На этом камне здоровом. Кстати, на пляже нам уже не так-то и жарко, как в саванне. Ё-моё, никогда не думал, что буду обезьянкой лазить по пляжу. Наконец-то мы сюда залезли. Итак, что же там? Это какое-то гнездо. Чё за яйца? Давай посмотрим. Новая еда. Яйцо пеликана эпохи миоцена. Ммм, надо закапать. Миоценская. Элитная. Парни, 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 смотрите, как я могу. Кого бонга? О, чпух. Бомбочка. О, здорово. Чё, давай борцуха. Борцуха, борцуха. Кто кого? Ах ты гадина. Колено мне поломало. Так, ну вот. Мы вроде бы как добрались до укрытия где-то здесь. Ага, вот оно, прям под пальмочками. Тут и пещерка есть. Шикарно. Сейчас мы её разведуем. Делаем открытие. Новое место. Океан. Последнее укрытие. У-у-у. Мы до последнего укрытия добрались. Здорово. Жалко, здесь нет источника пресной воды. Хотя, может быть, она там где-нибудь в пещере есть. Сейчас посмотрим. Тут как раз вот есть место под лежаночки. И водичка есть. Отлично. Но вот котич, который нас преследует. Иди сюда. Иди сюда. Ты чё на мою братюню кидаешься? На меня кидайся. Братюни у меня беззащитные. На тебе ещё по черепухе. Сколько тебя бить-то надо? Чтоб ты без мозгов остался и откинулся. Пойдём попьём. А то у нас макаки уже жалуются на жажду. Водичка пресная. Это здорово. Давайте, ребятишки, пейте. Но пока они пьют, делаем себе лежаночку. О, вовремя мы в пещерку зашли. Там вон на улице дождь пошёл. Ребятки, всё, это наша с вами штаб-квартира. Теперь мы здесь живём. Раз мы обосновались, предлагаю прилечь и сменить поколение. Ну вот ещё одна смена поколения. Надеюсь, эти мартышки будут поумнее, мудрее, чем прошлых поколений. Но посмотрим. Всё-таки смена поколения это не эволюция. Так, ладненько. Давай попробуем замутить с тобой эволюционный скачок. Посмотрим, насколько мы разовьёмся. Итак, эволюционный скачок составил 1 106 678 лет. И куда ж нас в этот раз запихнули? Где мы очутимся, окажемся? Видно, что где-то на пляже. Видимо, в новой локации, где мы ещё ранее не были. И это очень круто. А теперь пошли дальше. Нам тут совсем чуть-чуть осталось до новой локации. Так, мы дошли до этого места. Оказывается, что последняя локация это каменный островок. И нам как бы надо туда добраться. А там ещё, смотри, кто. Там... А, я думал, там моржи, а там просто гнёзда. Гнёзда с моржами спутать. Как так можно вообще? Всё, совсем чуть-чуть осталось. Тут, оказывается, мелководье. Можно по камушкам вот так пройтись. И, в принципе, мы дошли до этого каменного острова. Сейчас мы сделаем открытие. И получается, что всё. Мы всю карту раскрыли с тобой. Чё дальше делать, неизвестно. Похоже, что станет сток нюхать бананы. Скалы со следами эрозии. Прикольно такое местечко, интересно. Ну что, я как бы дальше не знаю, куда двигаться. Чё вылупились? Птыцы. Бу! А ну валите отсюда. Интересно, кстати, если я отсюда в воду упаду, я разобьюсь? Не, как думаешь? Давай попробуем. Сейчас будет мега-бомбочка. Кавабунга! Ю-ху! Вот это по кайфу. Вот это я шлёпнулся. Так, ладно. Давай посмотрим, сколько нам с тобой ещё нужно эволюционных лет, чтобы стать человекоподобным. Ух ты, лечение во сне мне открылось. Круто. Нам с тобой нужно ещё 4 миллиона эволюционных лет, чтобы стать человекоподобным. И это я тебе могу сказать немало. Что ж, думаю, что на этом стоит закруглиться. Следующую серию я подготовлю уже конкретно, и она будет финальная. Всю территорию мы с тобой исследовали, тут делать, кроме как выполнять ачивки, больше ничего не осталось, чтобы набрать эволюционные года. Но это так нудно, поэтому я для тебя просто запишу финалочку. Ну а на этом всё, тебе спасибо за просмотр, не забывай ставить лайкос, оставлять свой комментос, ну и конечно же подписываться. А я с тобой прощаюсь, пока, увидимся в новом видео.